А, ну я, у меня есть, что рассказать. А, так есть тексты? Есть тексты, есть. Про дух Самуила, да? Да. О, отлично, отлично. Да, я расскажу, у меня есть, что рассказать. А, супер. Песня, нормально, есть. Зацепь. Нет, все иди как есть, все, все вопросы хорошие, все нормально, сделаем. Александр, мы с вами, адвентисты седьмого дня, и мы ожидаем скорого пришествия Христа в своих проповедях. Вы часто говорите, что мы живем в последнее время. И сегодня мы будем разбирать несколько тем, и урок называется «Заблуждение последнего времени». Я не знаю, если это именно важно делать упор на то, что это последнее время, но, тем не менее, среди людей в мире сейчас, и среди христиан особенно, есть заблуждения, которые, к сожалению, как мы много раз уже говорили, придумал отец лжи, дьявол, и они не соответствуют Библии. И давайте начнем с первой темы. Мы будем говорить о мистицизме. Урок, как бы, предлагает, говорит о том, что мистицизм вообще это сложный термин, но предлагает такое, можно сказать, определение, что мистицизм с религиозной точки зрения подразумевает союз личности с божеством или абсолютом в каком-то духовном переживании или трансе. Можем ли мы говорить о том, что некоторые христиане используют этот мистику и мистицизм в своем богопоклонении? Мистицизм не только в христианстве, практически во всех религиях есть мистические течения. Например, в исламе есть суфии, и есть некоторые суфии, вот, дервиши такие, и у них даже вообще такой совершенно, я пытаюсь подобрать хорошие, прилагательно, вот, ну, и они выходили, и сейчас даже, наверное, есть, они надевали на себя юбки, ну, это были не женские юбки, ну, вот, буквально юбки, и начинали крутиться, ну, так, чтобы эти юбки поднимались, вот так, ну, как бы, понятно, что у них там брюки и все, то есть, вернее, не брюки, а шаровары, вот, если правильно употреблять, и вот они крутились, крутились, вот, в таком вот трансе, это вот типичные такие суфийские практики, например, в исламе, вот, в иудаизме мистическое учение, оно вообще сейчас дико популярно среди ортодоксальных иудеев, это каббала, да, суть каббалы заключается в том, что вот есть написано в Торе одно, а есть что-то в Торе между строчек, и как вообще, если вчитываться в эти ранние каббалистические тексты, то, оказывается, обнаруживаешь, что эти тексты каббалистические и произведения философов неоплатонического направления очень похожи, только единственное, что там греческими словами используются, а тут еврейскими словами, но те же самые понятия и такое же самое мировоззрение пропагандируется. То есть, если я, может быть, что-то неправильно вспомню, но я слышал такие вот объяснения некоторых текстов из Торы, когда на еврите берется слово, каждая буква на еврите означает какую-то цифру, они там складываются, вот это… Это нумерология, это тоже… Это часть каббалы. Часть каббалы, часть мистического учения. А всегда ли это плохо, или это может быть полезно? Как бы я помню, что… Может быть, ошибусь, но идея в том, что вот в описании сотворения Земли, которая там в первый день, второй и так далее, если сложить, по-моему, цифры, которые соответствуют буквам, то получится число там химических элементов или что-то такое. Да-да-да. Как бы интересно, но понятно, что оно не сильно… Это все выдумки, это все, как говорится, такие уже вещи. Но суть в чем? То есть… То есть это может быть опасно. Мистика в чем? Вот я вижу проблему нумерологии каббалистической. Мы перестаем читать весть, которую нам открыл Бог на страницах Торы и пророков, а мы просто превращаем Божье Слово в набор цифр, с которыми начинаем производить математические операции по алгоритмам, которые сами придумываем. Библия не дает эти алгоритмы, чтобы мы ими пальцами валялись. Естественно. То есть кто-то эти алгоритмы придумывает, а потом это все выдается, и народ восхищается. Но нумерология – это одна часть мистики. Не такая страшная. Ну, это начало, это цветочки. А ягодки… Вот лично мой опыт. Я на протяжении определенного времени мы общались с очень таким известным, популярным иудейским учителем Торы, значит, публицистом, вот, который написал много разных книг и был очень такой, ну, по своим убеждениям, он был таким религиозным сионистом, он жил в одном из поселений на западном береге реки Ордана, такой религиозночек. Вот. И интересно, что мы очень быстро с ним по поводу Иисуса нашли взаимопонимание. Но к моему великому разочарованию мы не нашли с ним взаимопонимание по поводу вот этого кабалы и мистицизма. Он начал рассказывать, что, оказывается, он там на блюдечке крутит что-то и вызывает мертвых. Ему говорю, Арье, вы что? Это же запрещено Торой. А он мне говорит, тебе запрещено Торой, потому что ты простой смертный. А мне уже не запрещено, я на совершенно другом уровне познания. И вот вопрос познания, это вообще дальше начинается. Это уже не этот человек. Ну, например, сегодняшняя кабалистическая литература перестала употреблять слово Бог. Вообще не считает Бога личностным. А, значит, один некролог, я читал, который написал один кабалист на смерть своего учителя. Тоже кабалисту. Благодарю высшую сию. Такое New Age получается. Да, да, да. То есть оно... То есть что я вижу? Я небольшой, не так хорошо разбираюсь в христианском мистицизме, но мистицизм в иудаизме я сыт по горло. Я знаю, что кабла очень сильно популярна сегодня. Даже Мадонна, такая певица, обратилась в иудаизм, это было лет 15 назад, чтобы изучать кабалу. Вот, то есть это сейчас такой... Модно. Был определенное время, такой тренд, такой писк у моди. Я изучаю кабалу. Но я говорю, это форма... То есть начало в нумерологии, а конец... Изобидно, кажется. Да, а конец в колдовстве. Потому что там начинаются вещи страшные. Вот когда вникаешь... Вот типичные, кто вообще в этом мистицизме живут, это хасиды. Да, и вот, например, основатель хасидского движения. Зовали его Исраэль Бааль Шемтов. Ну, Исраэль – это нормальное имя. А Бааль Шемтов означало... Означает господин хорошего имени. Что это за хорошее имя? Ну, или владелец хорошего имени. Хорошее имя – это означает... В общем, так вот, коротко, он был колдуном. То есть он был настоящим колдуном. Что он делал? Амулетики, абереги. И на них писал чего-то. И вот, как говорится, люди к нему приходили как к знахарю, как к колдуну. И вот он им рассказывал вот эти все мистические вещи. Амулетики им давал. То есть там было полнейшее вот такое суеверие. Вообще такое... То есть запрет... То есть вот так посмотреть на заповеди Торы, там по каждому из этих в Израиле камнями побивали. Они это делали. А почему? Потому что они считали, что они сблизились с Богом. И перешли на новый уровень. А, вот другой уровень, другой уровень. Вот. Хасидский иудаизм там, чтобы перейти на этот уровень, значит, употребляется очень много водки. Понятно. То есть вот я примерно вот то, что из мистицизма я хорошо знаю, я вот описал. И это, конечно, ужасно. Ужасно. Я очень, видя это все, изучая это все, ну, пусть зрители и слушатели не подумают, что я вот просто обливаю иудаизм грязью. Потому что, ну, те, кто знают мои выступления, даже, бывает, обвиняют меня в том, что я тут людей в иудаизм увожу. Ну, и там, где иудаизм, ранний раввинистический иудаизм, там даже талмудические вещи. Я часто о них говорю, показываю, рассказываю, как они, как их использоваться. Но не в раннем иудаизме, да, ни в Мишне, ни в Мидрашах, ни в Талмуде. Не было вот этого мистицизма. Вот этой мистики не было. А вот она появляется, начиная с 8 века. Первые вот такие вот, называется эта литература «Эй-Халот». Типа, там, небесные храмы. Вот. Ну, потом появляются всякие идеи, что вот есть Маосе Бареши, Тай, вот то, что ты приводил, разборки, как же метафизика творения. Вот. Маосе Меркава, это Иезекииль, первая глава, значит, метафизика, богоявление. То есть, вот. И потом оно переходит в чистейшую, в настоящее колдовство. Чистое водой колдовство. И я всегда говорю, каббала превратилась в раковую опухоль на теле ортодоксального иудаизма. Это интересно, Александр. Но вот, конечно, такому современному человеку, который далек от колдовства и христианину, может, это все, конечно, сразу бросается в глаза. Но вот, есть ли другая опасность? И тут мне очень понравилось, как автор урока пишет об этом. Я хотел бы прям зачитать, потому что интересная мысль. Хотел узнать, что вы думаете об этой опасности. В постмодернистском христианском мире существует устойчивое стремление преуменьшать значимость библейских доктрин, рассматривая их как утомительные отголоски устаревшей формы религии. В этом процессе учение Христа заменяется искусно, созданной и поданной личностью Христа. Например, утверждая, что какая-то библейская история не может быть правдой, потому что Иисус, как они его воспринимают, никогда бы не допустил, чтобы это произошло, как написано. То есть, вроде бы так безобидно, ну вот знаете, что бы сделал Иисус, или что бы сказал Иисус. И тут же история об уничтожении какого-то аморейского народа. Иисус бы этого не сделал, ну значит, это вообще неправда. Или что бы сделал Иисус, когда увидел бы какого-нибудь гомосексуалиста, он бы его не побил камнями. Ну вот и в таком роде. Ну мы тоже никого не собираемся побивать камнями. Просто... Ну вот это вот понимание Иисуса через свои чувствования, это опасно? Это мистика? Или это просто безобидное какое-то такое наивное христианство? Одно из моих любимых высказываний которые я люблю цитировать из Эллен Уайт, это следующие слова. личные ощущения и чувствования не всегда являются указанием на то, что это говорит Бог. Я не знаю, мне не совсем вообще этот абзац понятен, куда они ведут с вот этим вот история не та и так далее. Но я скажу немножко другое опасность, которая так и существует. Но это не постмодернистское, а это модернистское христианство. Будем так говорить. Это реакция христианства на модернизм. Что такое модернизм? Модернизм – это то, что пришло в конце 19-го, в начале 20-го века, когда главенство науки, то есть наука говорит, невозможно за 7 дней создать небо и землю, значит, давайте считать эту историю творения библейскую мифом. Наука говорит, как это можно через Черное море вот так переходить. Это тоже миф. И так далее, и так далее, и так далее. На это все ряд консервативных христиан отреагировали, ну, достаточно так, будем говорить, как это лучше подобрать слово. Ну, у них сработала такая защитная реакция, я бы так сказал. Вот. Эта защитная реакция выглядела примерно так. У нас нет контраргументов интеллектуальных на эти утверждения. Но у нас внутри есть Святой Дух, который говорит не так. И вот все это перешло как раз. Раз Библию можно вот так толковать, давайте Библию вообще особо не читать, а доверяться тому, что нам говорит Святой Дух. И сегодня часто приходится, я бывала у меня вот, ну, бывало давно, конечно, как бы вот мой путь становления как адвентиста, он был такой, полон всяких препятствий, в каком смысле. Мне постоянно бросали вызовы и православные, и баптисты, и харизматы. Вот. Я постоянно сталкивался с этими вызовами. Вот. Каждая своя особенность. Да, если с православным, то мне приходилось решать вопрос, вот, Библия, философия, предание. Если баптисты, то, вот, соответственно, закон, или мы говорили на одном из предыдущих уроков вот эти вот всякие тексты, которые они используют. Вот. А с харизматами было всегда так. Я что-то пытаюсь на Библии доказывать, а мне обычно отвечают, может быть, ты и прав, но Дух Святой мне говорит совершенно другое. И вот фактически акцент на то, что вот ты должен вникать внутрь себя, и все, что изнутри тебя исходит, это Святой Дух. Вот это вот тоже форма мистицизма. А извините, забываем, например, о том, что написано в книге пророка Исаии 8.20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят какое-то слово, то нет в них света. Вот. Или пророк Езекииль в 13 главе. Так говорит Господь Бог горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. То есть вот эти вот внутренние чувствования часто вот это личные вот, что значит водятся своим духом. Что чувствуют. Да. На самом деле не видели откровения от Бога. Да. То есть Дух Святой дает откровение, но есть разница между личным духом, да, своими какими-то переживаниями. Вот слово Дух человека, вот он такой вот. Это мысли, его переживания, да. Вот так определяется он еще в Ветхом Завете. Но это Бог не говорил. Вот здесь сказано та же самая глава шестой текст. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживает, что слово сбудется. И седьмой текст. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещение изрекаете, говоря, Господь сказал, а я не говорил. То есть опасность очень большая поддаваться этим чувствам и эмоциям для толкования Священного Писания. Однозначно, однозначно. И вот этот акцент на личных чувствованиях на своем собственном духе, выдавание своего собственного духа за Святой Дух, это очень опасно, потому что, естественно, когда мы говорим о Библии, то 2 Петра 1.21 очень конкретно говорит. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть Дух Святой однозначно вдохновлял всех, кто писал слова Писания. И мы должны любые вещи, то есть Писание у нас должно быть первоисточником и мерилом правды. То есть мерилом правды. Иоанна 17.17 Знал наизусть, освети их истинно. Слово твое естественно. Слово твое естественно. То есть это мерило правды. И мы должны опираясь на слово отталкиваться от Писания, а не наоборот отталкиваться от своих собственных внутренних чувствований и где-то там подтаскивать Писание. Спасибо, Александр. Интересно о многом поговорили насчет этой темы мистицизма и как она бывает и в иудаизме и в христианстве. К сожалению, давайте двигаться дальше. И следующая тема, мы будем говорить о околосмертных переживаниях. Это такие вот истории, там есть даже книги, автор урока упоминает о некоторых исследованиях так называемых, когда люди рассказывают, люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают о том, что они видели какое-то, иногда видят себя со стороны, вот как будто душа выходит из тела и видит, как тело там спасают врачи или они видят какой-то свет, какое-то мистическое существо и так далее. Говорит ли Библия о чем-либо подобном или автор урока приводит ряд текстов, где Библия упоминает, не упоминает, рассказывает о воскрешении и ни в одном из этих текстов ни один из воскресших не говорит ничего о таких околосмертных переживаниях, но как бы для меня это не аргумент, что они этого не видели, раз Библия не говорит. Ну да, здесь, наверное, самое лучшее это все-таки вот опять же личные чувствования. да, здесь, что является нашей главной, главным источником истины, потому что вот, у меня есть один оппонент, не буду называть его имени, он имеет свою страничку Фейсбука, вот, Ютуб-канал, и он периодически критикует и меня, и в моем лице адвентистское учение, вот, как бы, это его самый главный аргумент, почему я не прав. Я не прав, потому что я адвентист, вот, поэтому вот, Библия, все, он даже не дискутирует, а что он начинает говорить? Вот, если вы не такие адвентисты, как Болотников, то послушайте меня. И дальше пошло его там всякие свидетельства о том, что, значит, кто-то там умирал и что-то там видел, а потом вернулся, то есть, ну, подобные вещи очень много существует, начиная с, вообще, сама идея, сама идея рая и ада, то есть, церковь этим пугала людей, да, вот, если там в католицизме тебя лишили причастия, да, то есть, тебя отлучили от церкви, отлучили от таинств, то ты идешь в ад, и, ну, а что, ну, как говорят по-английски, so what, да, ну и что, а, ну и что, а дальше есть куча рассказов, как в аду тяжко, и, значит, начиная где-то с 4-го, 5-го века есть в святоотеческой литературе всевозможные свидетельства того, как всякие разные, вот, отцы церкви, святые побывали на экскурсии в аду, вот, они на экскурсию ходили, то есть, в этих всех вещах ничего нового нет, это чуть-чуть другое, другой ракурс, тут как бы, как будто вот такое ощущение во всех этих историях, что так завеса чуть-чуть приоткрылась, как будто взглянули краем глаза, о, там есть какой-то свет, там есть какое-то существо, и потом раз обратно, то есть, как бы такую... Да, то есть, тут опять же идет вопрос, да, есть факты, а есть их интерпретация, вот, Чарльз Дарвин собрал факты, он в 1835 году на корабле Бигль отправился в кругосветное путешествие и собрал массу фактов, интерпретация этих фактов привела к тому, что сейчас, говорят, Чарльз Дарвин доказал, что Бога нет, да, то есть, а что такое то есть, вот это очень важно видеть, я всегда, когда говорю, вот я еще, я сейчас это не так сильно читаю, но в 90-е годы еще, вот, так как я имею образование физика, у меня есть определенный, приобрел, практика была научной работы, вот, я работал в лаборатории, значит, ну, как, то есть, у меня это понимание очень хорошо на личном опыте работы есть, вот, чем занимается наука, наука делает измерения, то есть, представляет факты, то есть, а уже вопрос интерпретации этих фактов, это уже совершенно другой вопрос, например, телескопе можно видеть какие-то светящиеся, как говорится, объекты, это не звезда, это не планета, интерпретация этих светящихся объектов, это галактики и квазары, то есть, там очень много, много, много звезд, так вот, можно измерить спектр этих, ну, их света, когда их пропускаешь через призму и тебя раскладывается на спектр, значит, каждый химический элемент имеет свой спектр, его можно определить, там, водород, гелий и так далее, во вселенной водорода с гелием, как говорится, наибольшая составляющая, вот, но у него определенный спектр, ну, у нас есть определенное, допустим, как бы, понятие видимого света, самая частота, значит, большая у красного света, самая высокая частота у фиолетов, и вот спектр этих далеких галактик и квазаров, значит, смещен к красному, ну, это факт, вопрос, как этот факт проинтерпретировать, интерпретация такая, раз оно смещено к красному, то это значит, что они на большой скорости от нас отдаляются, окей, в этом есть кое-какая логика, но это уже логика, это не обязательно факт, проверить его невозможно, это предположение основано на явлении, которое называется эффект Доплера, да, когда, допустим, стоишь и поезд едет, пока он тебе приближается, и его повышается, потом уходит, то есть, это как волна приходит, то есть, при приближении, ты стоишь, частота волны повышается, при удалении понижается, ага, значит, они удаляются, о, а раз они удаляются, значит, когда-то они все были в одной точке, раз они были в одной точке, это было, значит, она взорвалась, и вот это уже идет интерпретация на основе другой интерпретации, но уже не факт, да, то есть, факт, который видит наука, это то, что, меряя свет, то есть, анализируя, делая спектральный анализ этого далекого светящегося космического объекта, его спектр смещен немножечко в сторону красного, и из этого делается вывод, что когда-то была маленькая часть, супер, упер, дупер, частица элементарная, которая взорвалась, вот вам теория большого взрыва, то есть, то же самое и здесь, то есть, как говорится, если христианство для доказательства всех этих теорий о живой душе будет использовать вот эти вот идеи о том, что вот кто-то видел свет, а кто-то еще при клинической смерти, он наступит на собственные грабли, потому что что получается? Окей, кто-то вроде бы врачи думали, что он умирает, он не умер, а может быть был уже вот-вот-вот, а потом вернулось к жизни. Какое-то наоборот несчастье какое-то. Да, и вот момент этого потом он рассказывает о том, что у него было такое сновидение, да, потому что он был в бессознательном состоянии, сновидение такое было, вот, и это сновидение свет, или это сновидение еще что-то, на этом основании делать, строить свое мировоззрение, так вот, те одни на сновидениях предсмертных, другие на спектральном анализе, опять же, где истина, где у нас правда, если мы Библию выбросили, а вот такими вот фактами на них строим теорию, тогда пусть эти христиане признаются себе честно, что слова Иисуса, слово твое есть истина, у них не авторитет, а у них свои какие-то личные философии, они есть истина. Спасибо, Александр, тоже было очень интересно поговорить об этом, но давайте поговорим сейчас о реинкарнации, это такое языческое учение, которое, как автор урока говорит, может проникать и в среду христианства. Неязыческое, правильно будем говорить, индуистское и буддистское, особенно буддистское. Владимир Семенович Высоцкий, хорошую религию придумали индусы, что мы отдав концы не умираем насовсем. Сейчас живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь, а если туп как дерево родишься баобабом и будешь баобабом, тысячу лет пока помрешь. как бы это буддизм. Вот Тибет, да, глава тибетского государства Далай-лама. он является главой, ну, пока было государство, того, как его китайцы ликвидировали, вот, было государство, он был главой государства, он был духовным лидером буддистов Тибета, и, по-моему, в Монголии тоже он авторитет, не берусь, но в любом случае, как они определяют, даже ни выборы, ни наследство, у них там есть какие-то чакры, что-то еще, какие-то мистические инструменты, используя которые, вот, умирает предыдущий Далай-лама, они ходят по деревням, находят какого-то младенца, каким методом они это определяют, я точно не знаю, но они говорят, вот, в этом младенце душа Далай-лама, они его берут от родителей, начинают в монастыре воспитывать, вот, то есть, как бы, опять, это вечно живущая душа, вот у нас тибетский буддизм в разных телах, то есть, это учение чуждое христианство, а привнес его, вот, стало оно известно, в частности, в православной российской среде, благодаря Рериху и Блаватской, ну, Рерих тут основную роль сыграл, он был художником, он совершал путешествия на Тибет, и у него, ну, картины мне его нравятся, я тогда ничего больше не знал, когда я впервые познакомился с его картинами, потому что мы были в Москве, и еще попасть было очень трудно, по большому блату, нам достали билет на выставку Рериха, и вот Тибет, 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 а потом, уже позже, когда стало в конце 80-х, вся эта эзотерика, Рерих, Блаватская, Клизовский стала популярна, и вот, что такое, что это произошло, они фактически слили, вот, огромное количество идей из буддизма, оно начало подпитываться где-то в христианстве, в православии, что Рерих вообще не имел буддистских корней, вот, тибетский буддизм, но вообще интересно, опять же, я не могу упустить здесь, я иудаизм знаю лучше, чем христианские течения, вот, есть на американском, как говорится, таком еврейском сленге, такое слово джубу, джубу, знаешь, что такое? Нет, первый раз джу, еврей, буддист, то есть, это вообще для меня было очень шокирующе, ну, я вот покажу две стороны, как говорится, в иудаизме есть очень либеральные иудаизмы, есть очень ортодоксальные иудаизмы, так вот, в либеральном иудаизме буддистские идеи стали очень популярны, буддизм, это основа вот это нью-эйдж, как это новый век, да, да, вот, и в общем-то, это считается вполне нормально, что лично у меня вызывает огромнейшее возмущение, то есть еврей, если он говорит, я буддист, он считается евреем, но если еврей говорит, я верю в Иисуса, как в моего Господа и Спасителя, то уже его нельзя считать евреем, в либеральных иудейских кругах он уже считается не евреем, то есть раз ты принял Иисуса, даже если ты родился от еврейских родителей, ты уже не еврей, ты уже христианин, вот, в ортодоксальном иудеизме немножко через другое, опять через кабалу, гиль-гуль, ну, галь-галь это колесо, то есть гиль-гуль это особенно сегодня популяризирует эти идеи любавические хасиды, движение хаббат, вот, эта идея прозвучала в книге ликутей о марим тане, которую написал основатель любавического хасидизма рэбе шнеурш залман еще в конце 18 века, и вот эта идея гиль-гуль, то есть типа колесо души, реинкарнация, вот, я как бы не знаю, честно, где, ну, то есть традиционное христианство не поощряет реинкарнацию, но есть некоторые такие вот христианские конфессии типа как саентология, christian science, там, по-моему, эти идеи присутствуют, но они сильно популярны, да, они не популярны, но все же Библия однозначно говорит о том, что рекомендают однажды, естественно, реинкарнация, вот, если мы берем тот урок, который мы с тобой разбирали, вот, о сатанинском обмане, да, там мы уделяли большое внимание египетской концепции ка, а вот альтернатива египетской концепции ка, это вот индуистская концепция реинкарнации, а буддизм происходит из индуизма, и там оно вообще выходит на такой уровень, да, то есть, ну, в принципе, если взять индуистскую религию, она тоже древняя, то есть, сатана понасеял вот эти идеи, не умрете во всех религиях. С разными оттенками. Спасибо, Александр, и сейчас мы будем говорить о некроманте и поклонении духам предков. урок разъясняет, что такое некромантия. Это слово, происходящее от двух греческих слов некрос, что значит мертвый, и мантея, что значит гадание. То есть, некромантия это способ вызова предполагаемых духов умерших для получения ответов на свои вопросы, часто о будущих событиях. И тут, конечно же, вспоминается история, которая записана в первой книге царств, в 28 главе, с 3 по 25 текст. Это история о том, как Саул хотел вызвать или вызывал дух Самуила, душу Самуила. Давайте прочитаем, наверное, это. Первая книга царств, 28, с 3 по 25 10 текст. ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его, «Здесь, в Аэндоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои, надел другие, и пошел и сам и два человека с ним. И пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул, «Прошу тебя, поворажи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему, «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть в душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря, «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила, «Кого же вывезти тебе?» И отвечал он, «Самуила, выведи мне». И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня?» «Ты, Саул!» И сказал ей, «Царь, не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу, как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли, муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И отвечал Саул, «Тяжело мне очень, филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне, ни через пророков, ни во сне, потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Саул, «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня, отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему так, как ты не послушал глаза Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобой ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила, притом и силы не стало в нем, что он не ел хлеба весь тот день и всю ту ночь. И подошла женщина так к Саулу и увидела, что он очень испугался и сказала, вот раба твоя послушалась глаза твоего и подвергла жизнь своей опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты глаза рабы твоей, я предложу тебе кусок хлеба, поешь и будет в тебе крепость, тогда пойдешь путь. Но он отказался и сказал, не буду есть. И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина, и он послушался голоса их и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его и взяла муки, замесила и спекла пресноки и предложила Саулу слугам его. И они поели и встали и ушли в ту же ночь. Длинный отрывок, но много интересного здесь. Мой первый вопрос, Александр, как бы мы уже много, весь этот квартал говорим о том, что бессмертие души это ложь, которую сатана посеял еще в Эдеме, и это Библия не учит этому. Почему здесь вот в этом тексте, я не знаю, по крайней мере, я не увидел, что здесь показывалось бы то, что это не был настоящий Самуила, что это был какой-то ангел сатаны, бес, злой дух, который представлял Самуил. Как бы именно в тексте написано, Самуил отвечал, Самуил сказал, и как бы даже то, что якобы Самуил, как мы знаем, сказал, оно исполнилось. Ну, давай начнем с первой предпосылки, и первый вопрос, каким образом Саул узнал что это Самуил? Старец в длинных одеждах. А кто видел старец? Женщина. Вот в том-то и дело. Его-то видела женщина, только после того, как женщина сказала. Так он же говорил с ним потом. Да, но потом говорил, но женщина сказала, что она видит. то есть у нас нигде не написано, Самуил кого-то видит, он только слышит и разговаривает. Ну, давай начнем, поговорим прежде всего о женщине. Откроем книга второзакония, 18 глава, с 9 по 12 текст. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, из-за сии там мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим. О, то есть вызыватели мертвых что делают? Мерзость. Мерзость. То есть в глазах Бога это великое зло и мерзость. Это злодеи. Так? Вот приходит Самуил к такой злодейке в глазах Божьих. Вопрос. Давай поговорим о Сауле. Саул был вообще как? Ну, против расовных изгнал. Правед... Не, не, о Сауле. О Самуиле. А, Самуил. Давай поговорим о Самуиле, которого... Праведный судья. Праведный судья. То есть... Который с Богом горел был пророк. Это что получается? У этих чародеев есть силы. То есть, если мы, как многие христиане мне приводят... То есть, есть христиане, которые думают, что это реально Самуиле? То есть, это приводит мне в аргумент... Я просто не слышал это. А, зато у меня постоянно вопрос. Вот же, есть душа живая. Ее же вызвали. Кто вызвал? Кто вызвал? Тот, кто делает мерзость. Тот, кто служит сатане. Обратим еще внимание. Исайя, 8 глава, 19 текст. И когда скажет вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых и живых? И 20-й тоже. Мы читали уже. Обращайтесь к закону и к откровению. Если они, то есть, эти шептуные гадатели, не говорят, как закон и откровение, то нет в них света. Так, кто сказал Саулу, что это Самуил? Женщина. У которой что? Нет света! Нет света, да. У нее нет света. Она говорит, я вижу и Саул после этого, ну да, это Самуил. Ну, а дальше-ка, по-моему, все очевидно. Вот, что у нас написано. Евангелие от Иоанна, восьмая глава, сорок четвертый текст говорится о сатане. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он отец лжи. Ибо он лжец, и отец лжи. То есть эта женщина на английском, на иврите называется Иша-оу. Вот это оу, это у них был такой инструмент, не инструмент, как бы, это они себе имели там, где они колдовали, такую делали дырку, отверстие такое, чтобы эхо было. И поэтому оу, это эхо. То есть они туда какие-то заклинания, мантры какие-то орали, и потом там, наверное, какие-то еще напускали курение, такое есть же, шаманство, то есть у шаманов всегда какой-то дымочек, еще, может быть, галлюциногенные грибочки. Это что сегодня есть, ничего нового. то есть после этого я просто удивляюсь, когда мне человек, который называет себя христианином, вот к чему приводит заблуждение. Человек называет себя христианином, но настолько не хочет признать библейскую истину, что он готов любой текст вырвать из контекста, а вы подтвердить ту ложь, которую он верит. И что получается? А получается вот что. Вот потому что там он вырвал из контекста, да, значит, что вот Саул сказал, он вырывает это из контекста, а все остальное, так надо же поставить его рядом, и получается если это по правде Саул значит Самуил, то значит получается эта женщина правду делает, в ней свет есть, это все классные вещи, вот это шрамат, Исаия так не говорит, то есть здесь однозначно сатана лжец и отец лжи, а то, что извините, это так называемый Самуил повторил то, что говорил Самуил при жизни, сатана что, это не слышал что ли? Слышал. Это же не тайна была. Но он предсказал и будущее, что завтра ты будешь со мной, пойдешь ко мне. Знаешь, как это называется? По-английски есть такое выражение self-fulfilling process. Как это сказать? Самое исполняющееся пророчество. Да, самоисполняющееся пророчество. Там же контекст. Бог отвернулся от Саула. Завтра сражение. Не, ну вот, контекст. Бог от Саула отвернулся. Саул молится, потому что Бог уже давно отвернулся от Саула. Бог уже давно сказал, я тебя отверг, Давид вместо тебя. Саул держится за престол. Естественно, он обращается через Урим и Туэм. Бог не отвечает. Ах, ты так мне не ответишь? Я пойду у дьявола узнаю. Так он же потому что Бог ему не отвечал, он к дьяволу пошел. Так получается, дьявол правду говорит? То есть, если мы будем говорить, вот, и вырвем из контекста вот эти вот слова, которые, значит, написаны в шестнадцатом тексте, и сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня? То есть, Самуила вызван, в кавычках Самуила, вызван был служителем Сатаны, после того, как Бог Саулу не ответил. Так получается, Сатана правду говорит. То, что Бог отступил от Саула? Нет. То, что тут был Самуил, то есть, это Сатана правду говорит. То есть, служитель Сатаны вызывает духа Самуила. Сатана правду говорит. Сатана имеет контроль над этим. Сатана имеет контроль над Богом. Это полнейший абсурд. Это полнейший абсурд. Давайте дальше будем так делать. По примеру Саула, когда Бог нам не отвечает, пойдем к шаману, нанюхаемся галлюциногенных всяких благовоний, еще грибочков покушаем. Там нам не только Самуил будет являться. Ну, было ли это следствием каких-то галлюциногенных препаратов, или все-таки это реально ангел Сатаны или сам Сатана являлся? Может, и то, и другое. Ну, а кто его знает? Оно тут и то, и другое может быть. Саул вступил на территорию Сатаны. Естественно, Сатана знает, что произойдет дальше, если вступить на его территорию. Это абсолютно очевидные вещи. Тут не надо быть пророком, чтобы понимать, что произойдет с верующим человеком, который сознательно вступил на территорию Сатаны. Получается, оказывается, во власти Сатаны, во власти его ангелов, бесов. Конечно. Может быть, обманут имя. Естественно, потом он погиб, а что, Сатана это подстроить не может? Поэтому я наговорю самоисполняющееся пророчество. Памятный текст этого урока вообще был из 2-го послания Коринфянам 11-й главы 14-й и 15-й тексты. И неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид ангела света, а потому невелико дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Эти тексты, они говорят о подобного рода явлениях? Ну да, мы только что проанализировали, как Сатана может себя вести. То есть изначально посыл Бог человеку не отвечает, я пойду к Сатане, что он ответит. А бывает, ну, наверное, бывают случаи, когда человек не идет к Сатане, но Сатана сам приходит, или его ангел приходит. А есть ли опасность в этом для христиан, которые верят Библии и не верят, допустим, вот в бессмертие души, есть ли опасность, что Сатана будет их так искушать? Сатана будет искушать только в том случае, вот, если мы говорим об этом, вот, послание Якова, первая глава, тринадцатый по шестнадцатый текст. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. О, то есть похоть, что такое похоть? Если у нас вот эти идеи, они дороги нашему разуму, нашему сердцу, и мы где-то, ой, ну вот, я в церковь хожу, меня учат, что это не так, но меня так привлекают эти мысли, то вот мы открываем дверочку, и сатана может прийти. Но если мы отречемся от этих греховных мыслей и призовем нашего Господа Иисуса Христа, то сатана не придет к нам, потому что Христос сильнее сатаны. Спасибо, Александр. Очень интересно сегодня мы о многом рассуждали об этих заблуждениях последнего времени, и много было сказано истинно и интересных фактов, библейских текстов мы прочитали много. можете в конце сделать обобщение то, о чем мы говорили и какое-то заключение для нас сегодня? Скажу так, мистика опасная штука. Если мы не ставим Библию как наш самый главный авторитет, наша отправная точка для нашего мировоззрения и миропонимания. Если мы не познаем этот мир через свет Библии, а начинаем предаваться своим собственным ощущениям, чувствованиям, идеям, если нас привлекает всякое вот это колдовство и прочая мерзость, то последствия будут очень и очень тяжелыми. Поэтому хочу призвать наших зрителей отречься от этих взглядов, пока не поздно, пока еще Господь способен нас оградить. Потому что если мы предаемся полностью Христу, сатана к нам не подойдет. Христос наша надежная защита. И еще скажу нашим зрителям вот что. Вы все можете нас поддержать. Наше служение, если вы хотите, чтобы эти беседы библейские слушали другие люди, которые еще не знают Бога, то самый лучший способ это поставить лайк под этим видео, и тогда алгоритм Гугла сможет его распространять среди многих-многих людей, которые так нуждаются сегодня во спасении. Помолимся. всемогущий Господь, просим Тебя о том, чтобы Ты наставлял нас из Слова Твоего, чтобы мы верили Тебе и могли понимать и ценить Твое откровение, Твои заповеди, Твое учение. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.